Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Дмитрий Азаров провел совещание. Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу развития общественного транспорта в Самаре. В нем приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, глава города Елена Лапушкина, а также председатель Совета директоров Самары Автогаз Сардалу Малатов. Глава региона указал на существующие в Самаре проблемы в сфере общественных перевозок и потребовал улучшения ситуации уже в ближайшее время. В ходе встречи достигнуты договоренности о поставке на линии дополнительных автобусов. Они появятся до конца февраля. На решение проблемы не до выпуска общественного транспорта. Сейчас направлен максимум усилий городских властей и перевозчиков. Уже приняты первоочередные меры. В частности, Самар Автогаз привлекает кадры из других российских регионов для работы в ремонтной зоне и на муниципальных маршрутах. Это ощутимо помогает ускорить процесс ремонта автобусов и их выхода на линию. К сегодняшнему дню на предприятии трудится порядка 45 человек нового персонала из других городов. Перевозчик, который работает на муниципальных маршрутах, укомплектовывает водительский состав. Транспортная компания привлекла водителей из разных регионов. Под креплением озаботились еще осенью и сейчас уже трудятся 30 приезжих специалистов. Предпочтение отдавалось сотрудникам высшей категории. Перед выходом на линию предусмотрена стажировка, где водители узнают, как организовано движение в Самаре. Направили сюда. Нужен был водительский коллектив на подмогу. Вот приехали. Работаем пока. Пока все устраивает. С коллективом нормально, на линии нормально все. И может быть, если в дальнейшем есть необходимость остаться, руководство предприятия, если нужны такие работники. Есть такой вот этот вот уже с домашними своими родними разговор, может даже с семьей переехать. Пока что меня Самара устраивает. Больше привлекает меня, чем Пермь. Багаудин Исаков приехал из Перми. Автобус Багаудин водит около 10 лет. За смену в Самаре он зарабатывает до 4000 рублей, в зависимости от графика. Перевозчик отмечает мастерство водителей, пополнивших коллектив и культура обслуживания пассажиров на высоком уровне. Водители очень дружелюбные. Мы уже, кстати, получаем обратную связь. На 5-м Д ребята работают, бабушки очень любят их, говорят, здороваются, знают их в лицо уже. Ребята очень трудолюбивые, ответственные. То есть срывов выезда нет. С коллективом нашли общий язык, то есть влились очень хорошо. Для ускорения ремонтных работ на прошлой неделе прибыло 15 слесарей. В это время 40 машин требовали устранения поломок. За неделю автобусы починили. Вышло 40 единиц автобусов, которые должны были оперативно выйти из ремзоны. Это благодаря в том числе нашим коллегам, которые приехали из других регионов. Ситуация на линии порой переменчива. Выполнение первостепенных задач с наймом дополнительного персонала из других регионов продолжается. Подвижной состав стараются как можно быстрее привести в порядок и выпустить на линию. Сегодня, согласно данным городского департамента транспорта, на маршруты вышло 365 автобусов. Это немножко меньше, чем нужно. В общем-то, да, хотелось бы, чтобы работа, количество транспорта было увеличено. Особенно это касается маршрутов наиболее интенсивных, да, и мы знаем о них, мы знаем эти болевые точки. Это, скажем, маршрут 67-й. Это, например, маршруты 26-й, 66-й обслуживающий Куйбышский район, да. Это наблюдается определенная нехватка транспорта на 34-м, 41-м маршруте. Вопрос нехватки сотрудников стоит остро во всей транспортной отрасли, причем не только в Самаре. Сейчас на должность водителя самарский перевозчик готов устроить порядка 50 человек. Для тех, кто хочет работать, но не имеет прав категории D, автотранспортная компания за свой счет предоставляет возможность обучения в автошколе. Только приветствуется, если приходят опытные водители. Тех, кто работает долгие годы, ценят как наставников для молодых кадров. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В Самарскую область пришел штормовой циклон Ольга. Европейская часть России уже попала под его мощное влияние. Сильнейший шквалистый ветер, ухудшение видимости и снежные рекорды. Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. За сутки может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Это почти 11 сантиметров снега. После Атлантического циклона в Самарской области начнется арктическое вторжение. На смену осадкам придет солнце, а температура воздуха резко опустится. Президент России Владимир Путин утвердил рекордное повышение пенсии. В 2024 году разные категории пенсионеров будут получать увеличение пенсии в разное время. С 1 января страховые пенсии увеличились на 7,5%. С 1 февраля пенсии федеральных льготников также повысились на 7,5%. С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 7,5%. Средний размер страховой пенсии в России в 2023 году составил 21 864 рубля. Начиная с 2024 года этот размер увеличится примерно на 1640 рублей. Чтобы точно рассчитать новую сумму пенсии, нужно умножить текущую пенсию на коэффициент 1,05. В 2024 году пенсионеры также будут получать фиксированную выплату в размере 8134 рубля как часть своей пенсии. Стоимость одного пенсионного балла составит 133 рубля и будет зависеть от размера страховых взносов, уплачиваемых работодателем за сотрудника. Пенсионный коэффициент будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. Нет необходимости обращаться в Социальный фонд России для автоматического перерасчета пенсии. В Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялся большой прием граждан с участием уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гольцовой, представителями областной и военной прокуратур. На такую коллегиальную встречу выносят самые редкие и индивидуальные вопросы участников СВО и членов их семей, чтобы совместно найти путь решения. С подробностями Андрей Горгуленко. Владимир Пудов был участником СВО, но вернулся домой после ранения. На своем опыте знает, что требуется бойцам, поэтому стал координатором фонда «Защитники Отечества» в трех районах области. У него более ста подопечных, каждому старается помочь. Вот и в этот раз сопровождает военного, которому из-за семейной трагедии срочно нужно помочь с переводом в Самару. Вопрос такой серьезный стал, что у подопечного умерла жена, и тут осталось получать в Самарской области ребенок. Вот решаем вопрос, чтобы перевезти его в Самарский гарнизон, либо как-то уволить его с военной службы. С вопросом жилищного характера обратился фонд ветерана СВО Евгений Радаев. Всю жизнь он провел на военной службе, поэтому жилье ему предоставляли. Своей квартирой за это время не обзавелся, поэтому просит оказать содействие в этом вопросе. Данный вопрос сейчас прорабатывался. Пакет документов, подтверждающий мой статус, я предоставил. И, соответственно, на этом уровне уже уполномоченного по правам человека сейчас вопрос будет продвигаться. Такие индивидуальные и сложные вопросы выносят на отдельные встречи с участниками СВО и их семьями. В них принимают участие помимо специалистов фонда, представителей областной и военной прокуратур, а также уполномоченный по правам человека в Самарской области, с которыми фонд заключил партнерские соглашения. Уже имеет практику определенную, когда мы сразу решаем эти вопросы на месте. Это те люди, которые непосредственно занимаются вопросами, теми, которые касаются участников и боевых действий специальной военной операции, членов их семей. В остальных вопросах, которые уже имели прецеденты или имеют быстрое решение специалисты, фонды оперативно помогают и сами. В центре есть квалифицированные сотрудники, которые оказывают необходимую бесплатную юридическую помощь участникам СВО и их семьям. У нас все юристы, которые принимают на территории филиала, естественно, не только оказывают юридическую консультацию, бесплатную юридическую консультацию, но в то же время они и составляют заявления, обращения, жалобы в другие органы, соответственно, и помогают составить заявления и в те же судебные органы для обращения с каким-либо вопросом. Решение проблем ветеранов и участников СВО на особым контроле разных структур федерального и регионального уровня. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Новый пункт по плетению маскировочных сетей появился в Самаре. Он открылся в Октябрьском районе. Подробности в нашем сюжете. Галина Цединкова – волонтер со стажем. Ни одно крупное событие не проходит без ее участия. Когда началась специальная военная операция, Галина Андреевна стала плести маскировочные сети в волонтерском пункте при 54-й Самарской школе. За время его существования активисты сплели и передали бойцам более тысячи сетей. Когда однажды нам из оккупа прислали ролик, ну не ролик, а видео, и где солдаты просто говорили, вы нам спасли вторую жизнь. Мы второй раз родились со снимком, где дрон запутался в нашей сети. Мы плакали, обнимали друг друга. И с тех пор я хожу почти что ежедневно. Волонтеры мечтали об открытии еще одного пункта поближе к дому. И вот он появился на пересечении Новосадовой и Осипенко. У нас очень много неразнодушных граждан. И тех, кто собирает гуманитарную помощь для СВО. И тех, кто у нас, когда мы бросаем плечи, помогает организовать сбор помощи для ПВР, который находится в городе Снежном. У нас периодически, каждую неделю, два раза в неделю, приходит мобилизованный в отпуск. И мы сразу интересуемся, чем мы можем в Тулу здесь помочь, как мы можем организовать для них. И все время потребность в сетях. В новом пункте будут плести не только маскировочные сети, но и накидки и нашлемники для снайперов. Накидку не видит тепловизор за счет того, что ее края остаются холодными. А к нашлемникам бойцы крепят ветки и листву для маскировки. Виктория Шарая, Петр Паломеев, События. Наладить диалог между органами власти и инвесторами. Повысить интерес бизнеса к восстановлению памятников архитектуры. В Самаре 15 и 16 февраля в Центре молодежной культуры «Дирижабль» пройдет стратегическая сессия «Инвестируй в историю». В программу форума было решено включить разделы по наиболее успешным практикам работы с историческим наследием в разных регионах. Будут обсуждаться вопросы приобретения или аренды исторической недвижимости, находящейся в муниципальной, региональной и федеральной собственности. Прежде всего это объекты, которые входят в реестр ОКН и исторические ценные градоформирующие объекты. Сейчас прежде всего речь идет о том, что надо спасать объекты культурного наследия, которые находятся в ненадлежащем состоянии. И не совсем не случайно у нас в Самаре в конце прошлого года была принята программа, которая позволяет инвесторам приобретать такие здания за один рубль. В рамках сессии участники обмениваются опытом по созданию условий на муниципальном и региональном уровнях для частных инвесторов, которые готовы вложить средства в восстановление исторических объектов, представляющих ценность для города. Спикерами сессии выступит профессор Самарского технического университета, руководитель юридической компании, директор Центра труда и отдыха «Станкозавод», руководители Управления государственной охраны объектов культурного наследия. Встреча пройдет при поддержке правительства Самарской области и фонда президентских грантов. Организаторы отмечают, что принять участие может любой желающий. Необходима предварительная регистрация на сайте, указанном на экране. На трех опасных перекрестках Самары изменили схему движения. В этот список вошли пересечения улиц Гагарина Советской армии, Гагарина Авроры и Ташкентская Старозагора. Там начали работать дополнительные секции для левого поворота, рассказали сотрудники ГИБДД. Инспекторы неоднократно выезжали на эти перекрестки с представителями Департамента транспорта и обслуживающих организаций, чтобы урегулировать время работы секции светофора. Но пропускная способность не позволяет полностью избежать скопления транспорта. Сотрудники госавтоинспекции подчеркнули, что главная задача светофоров – безопасность движения. Сотрудники ГИБДД пояснили, что режимы, позволяющие развести потоки, опробированы в столице и других крупных городах. Главным фактором, мешающим их реализации на территории Самары, является нарушение правил парковки. Некоторые граждане оставляют личные авто на полосах перед поворотом. А теперь коротко о других темах этого дня. В зеленом коридоре аэропорта Курумыч самарские таможенники в ходе выборочной проверки обнаружили в ручной кладе пассажира наличные деньги в сумме почти 3 миллиона рублей. Они не были задекларированы, что является нарушением закона. Женщина прилетела в Самару из ближнего зарубежья. Пачки купюр она провезла в салоне самолета в обычной сумке. Такое нарушение квалифицируется по статье УК «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». По делу проводится проверка. В Самарской области за последние три года по гаражной амнистии жители региона оформили почти 3,5 тысячи объектов, в том числе более 2 тысяч в 2023 году, сообщили в региональном управлении Росреестра. Напомним, что гаражная амнистия действует 5 лет. Программа стартовала в 2021 году и завершится в сентябре 2026-го. Будет ли она продлеваться, пока эксперты не могут сказать однозначно. Возможно, власти дадут еще время, как это случалось несколько раз с дачной амнистией. Если же такого не произойдет, то есть опасность, что все незарегистрированные гаражи будут постепенно сносить, как самовольные постройки. Главное управление МЧС по Самарской области распространило памятку о том, какими бывают огнетушители и как ими пользоваться. Самый востребованный – порошковый. Им можно тушить твердые вещества, бытовые электроприборы, жидкости и газообразные вещества. Его можно установить в любой части помещения. Углекислотный огнетушитель можно использовать для тушения горящего транспорта, бытовой техники, книг и бумаг. Но он не подойдет для тушения веществ, горящих без доступа кислорода, например, взрывчатых, а также горящих на человеке одежды. Углекислотный огнетушитель рекомендуют для установки в гаражах, котельных, электрощитовых, библиотеках. При их использовании нужно защищать руки перчатками. Воздушно-пенный огнетушитель подойдет для тушения дерева, пластика, горюче-смазочных материалов, но не подойдет для тушения загоревшихся установок, находящихся под напряжением. Воздушно-пенный огнетушитель можно использовать в гараже или хозблоке. Запрет на высадку животных без владельцев распространят на поезда дальнего следования и на электрички. Об этом заявили в РЖД. Для того, чтобы новый порядок заработал на территории всей страны, будут проведены корпоративные процедуры. Дело в том, что акционерами большинства пригородных компаний-перевозчиков являются сами субъекты Российской Федерации. Будет установлен единый порядок перевозки животных. После трагедии с котом Твиксом новые правила перевозки питомцев были установлены в поездах. При обнаружении животного без хозяина проводник обязан передать его на станции сотрудникам вокзала, а те, в свою очередь, представителям зоозащитной организации. В Самарской гериатрической больнице отреставрировали актовый зал. В этом заведении лечат когнитивные нарушения. Это снижение памяти, восприятия и умственных способностей. Профильная больница расположена в старинном особняке 1898 года постройки. Раньше там размещалась хлебная биржа. Как преобразилось пространство, расскажем в сюжете. Анне Николаенко из поселка Кутузовский 77 лет. Она поступила в Самарскую гериатрическую больницу с жалобами на память. Сейчас проходит профилактику когнитивных нарушений, нейропсихологические тесты и делает упражнения на мелкую моторику. Вот пришла я, например, в магазин. Запланировала приобрести какие-то продукты. Зашла в зал, где продают, например, молочные продукты. И я забыла, что мне на сегодня надо приобрести. Я, конечно, сразу начинаю волноваться. Я понимаю, что это что-то с моим здоровьем, с моей памятью. В Самарской гериатрической больнице заботятся не только о здоровье пациентов, но и о состоянии здания. Больница расположена в старинном особняке, где размещалась хлебная биржа. Постройка 1898 года. Тогда хлебная биржа была основным деловым центром в Самаре. В отреставрированном зале, где когда-то купцы совершали сделки, теперь восстанавливают здоровье пациентов. Здесь будут проводиться занятия с нашими пожилыми пациентами. Мы планируем, что это будут не только пациенты нашей больницы, но и люди серебряного возраста, которые проживают в Самарском, Ленинском районе нашего города. Для начала. Дальше, возможно, мы расширим и на весь город. Когнитивные нарушения, с которыми работают врачи в этих стенах, это снижение памяти, восприятие умственных способностей. Лечением и профилактикой таких нарушений занимается гериатрия. Профильная больница в Самаре появилась в 2016 году. Врачи со всей России приезжают в областную столицу за опытом оказания медицинской помощи по этому профилю. Основные методы профилактики когнитивного старения – получение новой информации, здоровый образ жизни и физическая активность. По результатам тестов, в зависимости от диагноза, которую ставит наш врач-специалист, мы даем не медикаментозный блок, даем профилактику по поводу старшей костыни, даем рекомендации по физической активности, и чтобы каждый гражданин, в зависимости от того, что мы получили при нейропсихологическом тестировании, его информационный блок, то есть чтение, посещение и так далее. То есть головной мозг нуждается в непрерывном поступлении новой информации. В отремонтированном актовом зале больницы планируют вести не только лекции и занятия для пенсионеров, но и культурные мероприятия для туристов. Гости города смогут узнать об истории хлебной биржи и увидеть ее новый облик изнутри. Елизавета Прокопенкова, Петр Паломеев, События. Волнение и ответственность – главное чувство, которое сегодня испытывали юноши и девушки, впервые получающие паспорта. Школьники вместе со своими родителями стали участниками федеральной патриотической акции. На церемонии побывала съемочная группа телеканала «Самары ГИС». Самара присоединилась к федеральному проекту «Мы граждане России». Главными участниками патриотической акции стали амбициозные юноши и девушки из разных школ города. Сегодня они впервые получили паспорта гражданина Российской Федерации. Церемония прошла в торжественной обстановке. Ребят со сцены молодежного центра поздравили участники творческих коллективов и почетные гости. Я хочу ребятам сказать слова благодарности сегодня, потому что я вижу, какое количество мероприятий, участий и различных активностей проходят с их участием. Более того, они самостоятельно организуют. Это и волонтерство, это и добровольничество. Письма на фронт ребята пишут, чтобы передать слова поддержки. Патриотическая акция «Мы граждане России» уже давно стала традиционной для Самары. В ней участвуют не только социально активные представители городской молодежи, но и их родственники. Акция себя зарекомендовала, потому что, во-первых, она охватывает не только школьников, но и родителей. Педагогов сегодня к нам пришли семьи, которые будут поддерживать своих ребят. Заручившись поддержке близких и друзей, юноши и девушки получили паспорта на сцене под аплодисменты собравшихся в молодежном центре. Для каждого из подростков этот день стал особенным. Ведь паспорт – не просто документ, удостоверяющий личность. Это путевка во взрослую жизнь. Анатолий Головко, Игорь Казановский. События. В парке «Воронежские озера» состоялось первенство промышленного района по лыжным гонкам. Соревнования посвящены памяти учителя физкультуры Николая Давыдова. В соревнованиях принимают участие ученики образовательных учреждений района. Мы побывали на лыжной гонке и расскажем подробности. Школьники промышленного района Самары приняли участие в лыжных гонках на Кубок памяти Николая Вениаминовича Давыдова, учителя физкультуры лицея технический. В прошлом году зимнее первенство района по лыжным гонкам, которое ежегодно проходит в парке «Воронежские озера», впервые посвятили памяти Николая Давыдова, поскольку среди участников соревнований много его учеников. Николай Вениаминович Давыдов, Коля, был очень хороший человек. Все о нем отзывались только прекрасно. Такой человек притягивал к себе. Пока мы помним его, мы будем проводить соревнования, а пока мы помним о нем, человек жив, человек в нашей памяти. В соревнованиях принимают участие более 25 образовательных учреждений. В каждой команде по 25 лыжников в разных возрастных группах. Им предстоит пробежать дистанцию полтора километра по лыжне вдоль озер. Победитель получит переходящий кубок и путевку на городские соревнования. Напомним, что в этом году в парке «Воронежские озера» проходит третий этап благоустройства по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Парк «Воронежские озера» находится в самом центре промышленного района. Здесь всегда проходят разнообразные мероприятия. Круглый год его посещает большое количество людей. Уже в этом году весной начинается третий этап благоустройства парка. Будут устроены новые дорожки, установлены новые освещения, будет сделано отделение с автополивом и установлены лавки и урны. Парк «Воронежские озера» в этом году снова вошел в топ-пространство для участия во всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. Если его поддержат жители, то территория продолжит свое преображение в 2025 году. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям при рождении близнецов в двух и более детей предоставляется единовременная выплата. Она составляет 8 тысяч рублей на каждого ребенка. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей детей в городском округе Самара. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Администрация Советского района Самары сообщает о вакансиях, которые есть на предприятиях. Средневоложский станкозавод примет на работу строгальщиков с зарплатой от 90 тысяч рублей. Фрезеровщика и маляра. Их зарплата 45 и 35 тысяч соответственно. АО «Агрегат» ждет таких специалистов, как наладчик станков с программным управлением, токарь и инженер-электроник. Зарплата от 40 до 50 тысяч рублей. НИИ «Экран» примет на работу программиста 1С на зарплату от 150 тысяч. Ведущего экономиста, которому готовы платить до 93 тысяч рублей. И инженера схемы техника. Его зарплата от 50 тысяч рублей. Администрация Красноглинского района сообщает, что важной составляющей нашего организма является иммунная система. Ее необходимо поддерживать, особенно в зимний период. И рассказывают о витаминных напитках, которые питает наш организм, насыщая полезными витаминами и микроэлементами. Это различные смузи из фруктов, овощей, зелени или ягод, цитрусовые соки, а также молочные продукты, обогащенные витаминами. Витаминные минералы в жидкой форме легче усваиваются организмом, поскольку они не требуют дополнительного времени на переваривание. Они могут быть хорошим способом восстановления после физических упражнений. Такие напитки, легко доступные, могут быть приготовлены в домашних условиях. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова